И снова всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели, снова с вами я Игорь Шерститко И сегодня на канале у меня обзор очередного гаджета, скажем так, очередного игрового гаджета Который одновременно является неким, скажем так, обучающим гаджетом И гаджетом, который надо собрать самому Сейчас вы все увидите и поймете, где ты, где ты, где ты Слушайте, как китайцы хорошо все запаковали Да-да-да, вот такой вот у меня девайс Кто думает, что это некий клон геймбоя, но в принципе не ошибается Это на самом деле то, что называется Retro Flux GPI Case 2 Штука, которая сделана, помните, я люблю Raspberry Pi Compute Module 4, особенно который, да Штука, которая сделана для того, чтобы совместить возможности геймбоя и того самого Compute Module 4 Сейчас вы все поймете и увидите Я уже говорил, что за идеей Compute Module большая, большая, скажем так Вот тут еще и напоминаловка есть Большая-большая будущая, большие-большие, скажем так, стоят возможности, которые позволяют вам развиваться и тому подобное Так вот, давайте посмотрим, что это из себя представляет Ну, то есть, кейс, он и есть кейс Тяжеленький, кстати То есть, это всего лишь корпус Вот такой вот корпус Здесь пленочка наклеена, не пугайтесь, это не поцарапано А здесь тоже пленочка наклеена То есть, это фактически корпус от геймбоя С батарейкой на 4000 мАч С экраном 3 дюйма при 640 на 480 Отдельной базой Вот такой вот отдельной базой Сейчас мы ее посмотрим на эту базу Вот, то есть, здесь у нас есть USB 3 Интересно, оно туда вообще вставляется? А, оно тут глубоко уходит Значит, вставляется нормально То есть, ага, во, видели, что тут все не так просто USB Type-C 3, да Мы ее туда подключаем И получаем здесь еще USB порты, зарядку И, соответственно, вывод картинки При этом, основная идея состоит в том Что вот здесь вот, это не картридж Вот здесь вот находится место под Compute Module Вы можете зашить любую операционочку, которую захотите Ну, понятно, Raspberry Pi Операционочку, которую захотите С поддержкой джойстиков и так далее для игр Чтобы потом иметь возможность гонять чертиков, да? Но мы чертиков гонять будем сейчас на Raspberry Pi Которая вот таким вот образом сюда устанавливается Устанавливается или нет? Слушайте Ага, здесь оно стало Напомню, что там специальные есть салазки Интересно, если бы у меня были пальцы потолще Как бы я туда поставил бы эту штуку А как это потом будет сниматься, мне вот интересно По-моему, не придавилось Что-то я не верю Этой штуке Ну, вроде должно Ладно Допустим Допустим И давайте попробуем Это дело включить Тугой выключатель Не работает Не работает Может быть, потому что тут разряжена батареечка Давайте попробуем С петаловым У меня теперь есть большой-большой Зарядный девайс О, горит лампа Зарядный девайс Опять же, про него смотрите в одном из видео Внизу в описании В всплывающих аннотациях И в конце видео Есть соответствующие ссылочки Но Эта штука Это Volume Эта штука никак не реагирует Следовательно Я плохо утопил ее туда Давайте попробуем снять Да, похоже, что я ее вообще не подставил С обратной стороны Одна сторона попала Вот эта вот Вот она щелкнула А вторая сторона Вообще не щелкнула Я не могу туда добраться Как они вообще планировали Что я эту штуку Там Поставлю У меня тогда Пальцы так не влазят Как они планируют Вот, первая стала Прикольно И чем же тебя придавить Так, чтобы и не сломать Я даже Теряюсь в догадках Как они Думали Что это будет Работать Нет, ну вы посмотрите Ну не идет и все Брак Нечего даже сказать Буду пытаться Буду пытаться Смотрите дальше Ну что вам таки сказать С боями С боями С боями Удалось Воткнуть эту штуку Как вы видите Пришлось у сына Отобрать две леговские вещи Чтобы там вот так вот Придавить их А теперь Эта штука Пошла работать Она не видит Сейчас Этого Но зато Вроде как Видит Экран Экран Видела только что Экран Пока перевернул Уже не видит Экран Этого дела Внешний экран Да USB Type-C То есть И что дальше Вот теперь вот Совсем уже непонятно То есть если Ага Вот он что-то Блымнул Опять блымнул Наверное идет Установка Конфигурация И настройка Тут Очень важная вещь Является то Что Необходимо Чтобы эта штука Работала Может ей питания Не хватает Кстати 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 Может ей Таки не хватает Питания Так Где мой Внешний блок питания Который дает Много хорошего питания Сейчас мы попробуем Подключить Таким макаром Эту штуку Тот Который Реально Вытягивает Raspberry Pi У меня есть Такой Конечно же Может в этом И проблема Одно дело Когда оно Подзаряжается И работает От аккумулятора А другое дело Когда аккумулятор Долгий А вот Смотрите Не что-то Теперь опять Показывает Или не Показывает Что происходит Ничего не происходит Да Слушайте Было так радостно Вначале Казалось Все так просто А оказалось Что совсем Не просто Ну давайте Если не просто Мы сейчас Подключим Более мощный сигнал Более мощное питание Включим Эту штуку И посмотрим Как она будет Реагировать И как она Будет реагировать Ага Загрузчик Пошел Или все Так О Молодец Побежала На что-то Переключилась Снова Что-то Делает Я же Все-таки Хочу Увидеть Красивую Картинку И этой Красивой Картинки Нет Ага О нет Побежала OpenBSD Secure Shell Сервер Ну и И все Может Монитор Не тянет Того разрешения Которое Оно пытается Включить Монитор Все-таки Сфиксированным Хотя нет Он должен Переключаться И на 1024 И тому подобное На этой штуке Тоже ничего Нет Слушайте Ну надо Разбираться Надо пробовать И смотреть Сейчас подключу Его к большому Монитору А выглядело О Выглядело Очень красиво Поставить Запустить И не париться Ну поставили С проблемами Запустили И вообще Ничего не видим Даже не паримся Ладно Будем пробовать Дальше Заработало Я ее Подключил Напрямую И Вот оно Заработало Такие На внутреннем Экране Можно увидеть Процесс Загрузки Эмулейшн И Вот там Вот теперь Пишут Что-то такое Интересное Такие все-таки Проблемы были С блоком Питания То есть Помощнее Надо блок Питания В эту штуку Вставлять Что ты там Пишешь Тебя же Вообще Не видно Что ты там Написаю Это громкость Я пытаюсь Регулировать Яркость Давайте Приблизим Картинку И он пишет Hold a button On your To configure it Давайте A button Depart up О Depart down О Depart left Right Start Select Select A B X Y Здесь ничего нет И что Как их пропустить Может быть Ты touch Нет Ты не touch И как теперь Left shoulder И right shoulder И right shoulder Нажму эту Переделается Штука Блин Видите что делается Already taken А как тебя пропустить Мне не надо У меня нет Триггеров Или есть Или есть А вот Есть Слушайте У меня есть Триггер Right Триггер Left Триггер Вот тут же Есть еще Два Триггера Но Все равно Не хватает У нас Запчастюшек А пропустить Окей Не получается Весьма Весьма Оригинальный Подход И что же делать И как же быть И кто виноват Что то они Не додумали Это что Что это за штука Кстати А Контрастность Экрана Хм Ну и куда бежать И кто виноват Touch Это не touch Окей Already taken Да Да уж Да уж Да уж Даже не знаю Телефончик И как тебя скипнуть Если я отключу ему питание Он будет продолжать работать Будет продолжать работать Интересно А если его Вот так Сейчас ему сделаем Вот так вот Отключу ему питание Чтобы не умничал Подключу его в док Ага И он теряет Картинку Отлично Просто шикарно Слушайте Кто то вообще задумывался Как это должно работать На старте Как это должно быть Сконфигурировано На старте Интересно Сигнала пишут Нет Я попробую Я попробую еще Включить ему USB Только опять же Только опять же И что это мне даст А он выключился А он выключился вообще Ох Грехи наши тяжкие Ну народ Ну народ Дает Опять Окей Включили Питание есть Дальше что Или питания нет Слушайте Я так прободаюсь Чувствую с этой штукой Очень долго Предлагаю на время Выключить это все И продолжить Когда она уже заработает Если она вообще заработает В таком сценарии Как они предлагают Ее использовать Выключили Включили И где картинка Была же картинка Каким образом я получил Эту картинку Я даже не помню уже Один раз стартанул А у нас поехало Может резет ему Да А выглядело по документации Все очень просто Вставьте Подмените конфиг файл Запустите И будет вам счастье Ну вставил Подменил конфиг файл Запустил Счастье не наступило Кто в этом виноват Сначала вставить Еще попробуй Нормально По-моему он помнит Что он в кредле был Наверное Может через кредл Его попробовать Опять запустить А потом снять с кредла Как это было Как оно у меня было В прошлый раз Уже даже забыл Каким образом я получил Необходимый список загрузки Ага О На экран пошел грузиться Ладно Сейчас будем разбираться Дальше Ну что же сказать Пофиксил я все Бахи и проблемы И так далее После длительного Чтения документации Оказывается нахрапом Просто так Это все дело Не возьмешь Но с другой стороны Разобрался Во-первых Странное поведение Загрузки Незагрузки Включения Невключения Девайса Зависит еще И от того Насколько качественно Вставлен модуль Поскольку Это серьезная Достаточно проблема Установка туда модуля Я не знаю Как они вообще Додумались Чего нельзя было Эту крышку сделать Вот тут побольше Снимающуюся Откидывающуюся И тому подобное Но установка Именно модуля Компьют модул От Raspberry Pi Это одна из проблем Когда она Там неплотно сидит Контактов не хватает Оно ведет себя Соответствующим образом Я подолбался И опять же Включил Второй момент Это режим старта Режим загрузки И прочее Оказывается Не оказывается Там в документации Написано Есть два файлика Которые нужно было Скопировать А потом установить Модуль Вот похоже Вот этот модуль Который определяет Как грузится машинка С кредлом Или без кредлом Глючит Поэтому я вручную Переделал Поставил модуль Вернее загрузочный файл От LCD И теперь он грузится Абсолютно нормально Надеюсь Нормально Сейчас посмотрим По крайней мере Вот зеленая лампочка Загорелась Раз Два Три Где-то Загрузка Занимает Около минуты Это вам не консолька Которую включил И работаешь Типа Китайских эмуляторов Вот Вы видите Пошла прогрузочка Вот запустился RetroPie И далее И далее Все Не все Вот Вот теперь у нас Он есть Вот наш Эмулятор Эмулятор Стейшн Я сюда уже Залил Соответствующие Как вы видите Эмуляторы Атаревские В первую очередь Геймбоевские И даже Некоторые Плейстейшн И так далее Плюс Сами Настройки О которых Говорили Большевики Во-первых Выяснилось Что звук Еще не работает Да Давайте Обо всем По порядку Наверное Это по порядку Во-первых Где у нас тут Файл Я на нем Как раз стоял Файл менеджер Узнаете Правильно Я тоже Узнаю Если Подняться Вверх Файл менеджера И зайти В boot То здесь Можно найти Несколько Файлов Конфига Где ты Вот он Смотрите Конфиг TXT Конфиг HTML Конфиг LCD Так вот Опять же Модуль Должен Автоматически В зависимости От того Как вы его Последний раз Выключили Определять Как оно будет грузиться Если он выключен Был без Скредла Соответственно Будет грузиться Без Скредла Если он был Выключен Скредлом То Соответственно В следующий раз Модуль загрузки Скредлом Это определяет Вот эти два файла LCD И HDMI Я в наглую Просто скопировал LCD В Конфиг TXT И поехало И оно поехало Начало нормально Грузиться Начало нормально Работать Так что Этот вопрос Решили Теперь оно Грузится Только С LCD Да То есть Если даже Поставить его В кредл Я буду Видеть LCD Экранчик В процессе Работы Ну то есть Мне в принципе По большому счету Все равно Кредл Нужен Либо для того Чтобы Поиграть Подключив К телевизору Или к монитору Либо Подключить USB Но К USB Подключается Абсолютно Любой Хаб То есть Попробовал Вот этот Стандартный Югридовский Хаб Который Type-C С питанием И соответственно Три порта И плюс Еще Карточки То есть Тоже без проблем Видится Работает И так далее Зачем нам Нужен Тот самый USB Хаб Или подключать USB Потому что Перенос Простейший Вариант Переноса На RetroPie Файликов Это USB Флешка Причем Процесс Весьма и Восьма Специфический Но он Автоматизирован То есть Берете Флешку FAT32 Вставляете В устройство RetroPie Ну в данном Случа Вот эту Через Хаб Оно Создает Пустое Дерево Каталогов Со всеми Эмуляторами Отключаете Включаете В компьютер Перебрасываете Нужные Файлики В нужный Эмулятор В каталог С эмуляторами Вставляете Назад Оно Копирует И Соответственно Начинает Все работать С Дорогим И любимым Звуком Оказалось Тоже Оно не совсем Корректно Работает Ввиду Неправильной Конфигурации И вот Я вот Не помню Где же Эта конфигурация Была записана Где-то Втц А вот Где именно Втц Уже забыл Посмотрел Просто В виках То есть Порылся Выяснил Что все хорошо И Звук появился Изначально Звук не появлялся Там Конфигурационном Файле Звуковой карты Надо было Поменять С нулика На единички Две строки Это описано Опять же В процессе Так что В основном Да Все работает Все классно А и Мастер Оказалось Что я просто Не дочитал Строку Что если Кнопок не хватает Просто зажимаю Любую кнопку Ждем Оно пропускает Ненужные конфигурации Таким вот образом Так А как из тебя Уйти Теперь Прикольно Слушайте А как А как Теперь Назад Куль Это я показал Да Я сюда зашел А выйти Из этой штуки Без клавиатуры Я так понимаю Не получится Ну так Чего уж тут Подключаем Девайсик Чего уж Стесняться Мы и так знаем Что у нас Это работает В таком сценарии Подключаем Клавиатурку Сейчас я ее Достану И что нам нужно Назад F10 Нажимаем F10 Что Нет Не распознала Интересно Как же так Может ему Питалова Не хватает А ну-ка А теперь И теперь Не распознала Хотя Питалова Светится А вот клавиатурка Не Ага Так Это работает О И это Заработало Теперь нажмем F10 Выйдем Выйдем На 2600 Эмулятор Ничего нажимать Не надо Это он говорит О том Что если хотите Переконфигурить Можете начать Да Только вот Чтобы это Начать Один Select Вот вроде Так О Это моя Любимая Игрушка Детства За нее Было Проведено Много Тысяч Часов Нет Тысяч Я не думаю Я думаю Что В принципе Я теперь Больше В World of Tanks Сыграю Но Надо Привыкать Динамика В принципе Похожая Единственное Что надо Привыкать К Именно Депаду Вместо Джойстика И опять же Кнопочка Правильно Нажатая Кнопочка Позволяет Нам выйти Другие Атаревские Эти По моему Ни один Из этих Не запустился Вообще Говорит Что дайте Настоящую Атари Но я знаю Как это лечится Это лечится Ромами Изменением Биоса В самих Атари Надо подгрузить Другой Атари Поедет Здесь тоже Частично Поехало Частично Нет Вот можно Посмотреть Некоторые Из них Работают Например Атари 800 Это моя Родная Приставка То есть Я за ней Провел детство Не 2600 Не чистый Игровой Компьютер А тот Который Можно было Еще и Программировать С клавиатуркой И тому подобное Обзоры Кстати у меня Есть Кто захочет Посмотрит А это Монти Она же Монтисума Вот этот звук Ты-ты-ты Преследовал Меня А Как я уже Говорил Надо Тщательно Куда пойдем Налево Или направо Пойдем У нас есть Колотушка Она позволяет Проходить Врагов А вот Здесь Я помню Что здесь Как-то Надо хитро Ладно В общем Идею вы поняли Работает Работает Эмулятор Что еще Здесь работает Тут в принципе Работает Древрейд Остальные Все говорят О том Что Ой Извините У вас Неправильный Эмулятор Хотя Опять же Это надо Покопаться В биосе Я Вот Вот Он говорит Что Все плохо Все не туда Куда надо Системную клавишу Комбинация Выходим Геймбой Что у нас Ой Тетрис Тетрис На геймбой Честно говоря У меня не было Тетриса На Отари Первый Тетрис У меня был На ПДП 11 На компьютере Под названием УКНЦ Ну Вот Как вы видите Здесь Давайте Выключим А то Сейчас Обвинят Нас В этом Старт 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 Тетрис Тут зачетный Конечно Тут Настоящий Тетрис Настоящей Динамикой То есть Все как Надо Когда После Сотни Снятых Линей Начинают Уже Знаете Типа Цыпать Дергать И прочее Ну Это Наше Все Ну В принципе У меня есть Геймбой Настоящий И в нем Есть Настоящий Тетрис Но С другой Стороны Вот этот Эмулятор На Raspberry Pi Еще раз Напомню Это Несколько Из-за Игр И Сколько Из-за Интереса Насколько Все-таки Вот Идеи Raspberry Pi О Создании Неких Таких Универсальных Решений Компьют Модюл Того Самого Развиваются Продвигаются И Насколько Они юзабельны Ну Вот В принципе Юзабельны Если бы Как я уже Говорил Вот эти Не проблемы С установкой Самого Компьют Модуля Но его Можно было Просто Эргономически Решить Наверное Те Кто Его Делали Либо Имели Слишком Тонкие Пальцы Либо Это Были Вообще Китайцы И Кто Кто Встречался С Рептилоидами Скажу Это Правда Вот Но В любом Случа Задача Была Нисколько Посмотреть На Игровое Решение Само По себе Сколько На решение О том Насколько Хорошо Сейчас Разбери Пай Компьют Модул Адаптируется В инфраструктуру Или Создается Скажем Так Инфраструктура Среда И Прочее Ребята Делают Хорошее Решение Я имею Ввиду Сам Компьют Модул И Поверх Него Как вы Видите Люди Создают Уже Достаточно Интересное Решение Но Если Вы захотите Подокомментировать Мою Игру В Тетрис Я не Обижусь В принципе Как Вы знаете У каждого Свой Стиль Игры В Тетрис Кто Не играл В Тетрис Рекомендую Начать Можете Закупить Эту Штучку Ну И так Далее И Опять же Работает Нормально Я еще Не попробовал Погонять Чертиков С точки Зрения Длительности Работы Говорят Что Они работают До 5-6 Часов Будем На это Посмотреть Как Говорится Думаю Что 5-6 Часов Это Абсолютно Реально Gameboy Advance Тут Тоже Мои Любимые А Это Atari Стойте Где Которого Есть Свой Айпишник Сейчас Я просто Не в ту сторону Нажал Надо было Сразу Влево Уходить Свой Айпишник Которому Которому Можно Подключиться Через Терминал Какой Это У нас Сейчас Айпишник Кто Видит Его Айпишник 129 129 Айпишник А это Значит Что А это Значит Что Я могу Запустить Путти И Если Если Вы Посмотрите На Путти Набрать Здесь 192 160 8 0 129 Набрать Имя Упс Вы не Видите Потому Что Она Уехала Набрать Имя И Пароль И Продолжить Работу Фактически Как Достаточно Мощная Консоль Линукса И Решать Свои Задачи То есть Такой Вот Микс Между Скажем Так Игровой Приставкой И Рабочей Штукой Абсолютно Нормально Работающей Есть Хочу Да Пусть Поработает Подумает То есть Между Игровой Приставкой И Линукс Машинкой Со своим Апишником И Опять же Кто спрашивал Как менять Допустим Те же Конфигурации И так далее Вот так Подключились Любого Другого Компа Если Я Сейчас Зайду И Скопирую Файлик Правильный Файлик Для HDMI CD Boot То У меня Будет Уже Загрузка Вот HDMI В В Конфиг TXT То У меня Уже Будет Загрузка На HDMI То есть На Платформу Я Все Таки Не знаю Не Хочу Мне Не Понравилось Вот Этот Режим Его Самосоображение Как И Переписывание Файлика Конфигурациями Я буду Работать Ручечками По крайней Мере Основная Задача Процесса Использования Данного Кейса Это Это Как Раз Работа В виде Игровой Приставки В виде Такой Коробочки А к ней Я уже Могу Подключиться Где Надо Когда Надо Как Надо Ну И плюс Если Вдруг Чего Всегда Под рукой Есть Какой Нибудь USB Хаб В общем И Целом Да Вы Уже Услышали Что Девайс Окей Основная Претензия К этому Девайсу Это Установка Самого Модуля Raspberry Pi Это Действительно Сложный И Неблагодарный Процесс В остальном Все В принципе Супер Да Ну Еще Шероховатости С программным Обеспечением Но в Линуксе У кого Нет То есть Это Привык Погуглить Или Опять же Внизу В описании К видео Я Полностью Дам Инструкцию На то Что Я Сделал И Как я Обеспечил Нормальную Работу Сразу Со Старта Перепрошив Компьют Модул Опять же Еще Не устанавливая Его В Сам Кейс Рекомендуется Скопировать Специальные Файлы Конфигурации Это Обязательно Чтобы Работал LCD А потом Ручечками Именно LCD Подменить Для работы И Подменить Файл Конфигурации Звука Тогда У вас Будет Полное Счастье И На этой Хорошей Ноте Напомню Что Внизу В описании К видео Есть Ссылочки Где Это Все Можно Заказать А Также Ссылочки На Другие Разбери Пай Видео Компьют Модул Не Компьют Модул И С вами Был Я Игорь Шеститко Подписывайтесь На Канал У меня Много Разных Обзоров Не Только Вот Таких Гаджетов Но Еще И Домашних Гаджетов А Также Путешествий Еды Хобби Ажура Конечно С которым Я постоянно Работаю Я имею Ввиду Облачные Технологии Ажур Ну и Всем удачи Счастливо Пока Увидимся